Мы приветствуем всех тех, кто только что к нам присоединился, и сейчас за эфиром мы долго и упорно спорили, а стоит ли оставлять чаевые или нет? Ну стоп, в ресторане стоит. Если хорошее обслуживание, если плохое, то не стоит. Ну, так же и за границей. Ну, вот не так все очень видно. Ну, если ты не хочешь, конечно, чтобы тебя взяли чаевые сами, наверное, стоит оставить. В любом случае, лучше спросить человека, который очень много путешествует, и такое ощущение, его работа, это как раз и есть тот самый туризм, да, Витя? Да, все верно. Итак, в нашей студии путешественник и менеджер по туризму Дмитрий Дингольц. Доброе утро. Доброе утро, дорогие друзья. Спасибо, вы меня так представляете. Хочется после твоих раз путешествовать все больше и больше. Хочется уехать скорее всего. Хочется снова уехать и давать везде чаевые. Но мы сейчас разберемся, нужно ли в какой-то стране давать чаевые, какой-то не давать, насколько это принято, и даем ли мы сами чаевые. Я провел просто себя у нас в телеграм-канале, в нашем агентстве, и оказывается, в отпуске порядка 80% туристов дают чаевые. Да. А 20% не дают. Ну, это тоже нормальная ситуация, потому что нас никто не учил. В Советском Союзе было не принято давать чаевые, потому что это считалось некорректно. Ну, и как-то вот нет какого-то консенсуса, как лучше сделать. Может, 20% просто ваших людей ездят, извини, в Германию, там же, по-моему, не дают чаевые. Там будет приятно любому человеку получить чаевые. Но есть еще разные сферы. Например, мы уточнили, что 50% наших туристов дают чаевые в ресторанах, порядка 30% дают чаевые в отелях, такси очень мало дают чаевые. Ну, и буквально 1%, это я сам ответил, что мы даем чаевые гидам за экскурсии. То есть это тоже не очень принято. Но хочется же вот эту тему, на самом деле, изучить, потому что одно дело, ты сам решаешь, что хочешь вознаградить кого-то. А есть же страны, где автоматически... Вот я, например, столкнулась в Будапеште, когда ты даешь большую сумму, например, за счет, и тебе ничего не возвращают. По традиции все, что в счете осталось, это все сразу чаевые. Не, ну, надо просто просить прямо. Ну, наверное, если ты не стал традицией. Вот это очень важная, интересная тема, чтобы не чувствовать себя, во-первых, чаевые, это тот момент, который может вам оставить небольшой такой неприятный отпечаток от поездки, да, от какого-то... Потому что ты не знал. От какой-то эмоции, да. И либо вы просто будете чувствовать себя в своей тарелке, потому что действительно у каждой страны свои традиции. И если я открыл, есть карты мира, которые посвящены чаевым. И мы можем увидеть, что, например, вот здесь вот чаевые, которые мы можем давать представителям отелей, точнее, ресторанов. Обратите внимание, что правая часть карты – это Австралия, Япония, Китай, Южная Корея. У них это не принято. То есть такая часть культуры... Интересно, что азиатские именно страны... Это может их обидеть даже, если стать... Их обидеть. И мы призываем турагенты, мы даем туристам при отправлении отдыхать памятку. И там часто пишут в этих памятках, как правильно себя вести. Ну или, например, обратите внимание, что в США чаевые включаются прямо... В счет сразу? Не в счет, а в обязательные правила хорошего тона. То есть, например, был скандал с Хиллари Клинтон 20 лет назад, когда она просто не оставила чаевые, может быть, забыла. А в Америке это обязательный момент, около 20% они оставляют чаевые. Это прямо такой вот отчинаш, можно сказать. И, собственно, это был скандал, когда ей пришлось извиняться даже за это. Ну и во многих странах мира вы можете увидеть, что чаевые включены. Это очень часто в Европе встречается. По-французски это написано. Le service et en clue. В Германии вы можете увидеть, что вам поставили на стол воду и хлеб. И вы точно тут понимаете, что вам не нужно за чаевые платить, потому что у них есть такое понятие, как гидек, гибэк. То есть вы это увидите в меню, но можете спросить заранее. Потому что вот это как бы вот это вот накрытие стола, это ваша плата уже как бы за то, что вы уже пользуетесь услугами официанта. То есть вы можете не платить, но если вы оставите чуть больше, то вы, вот в частности мы видим, что в России, и очень интересно, что в России принято по меркам, по мнению исследователей, платить чаевые 10%. Вы видите, как в Америке, в Канаде, а во многих странах это не принято. То есть это такой вот момент, что очень тонкий момент, что мы не знаем, как правильно себя вести. Ну и поэтому я призываю вас пользоваться памятками по странам. Даже если вы не пользуетесь услугами турагентства, но вы, например, пытаетесь дыхать, почитайте побольше про эту страну, потому что это момент, который может очень сильно повлиять на отношения к вам, отношения к каким-то позитивным моментам. Вот какой конкретно? Давай, несколько стран, где и какие чаевые стоит оставить, либо какой подарок привезти для того, чтобы купаться в сервисе и быть королем. Многие туристы знают, что на Кубе можно быть королем, если вы возьмете с собой из России некоторые такие позитивные вещи. Шоколад. Шоколад, но кубинцев немного сложно с какими-то бытовыми вещами. То есть даже не деньги их порадуют больше. Если вы возьмете для горничных, например, просто обычные колготки, либо помаду, может быть, даже гигиеническую помаду, либо для красоты, то они будут просто счастливы. То есть вот какие-то бытовые вещи, которые часто вы можете прочитать, например, в телеграм-каналах. Есть телеграм-каналы, посвященные конкретным странам. Венесуэла, Куба, может быть, как раз Китай. Какие-то страны, где прям местные, кто там живет, они вам расскажут какие-то моменты, которые вы, может быть, даже не знали. Пролистаете их. И вот, например, Куба или, например, Венесуэла, это очень такие полезные моменты, когда вы можете улучшить свою поездку, просто взяв из России какие-то бытовые, обычные для нас вещи. Да, которые мы не так ценим, а там даже больше, чем деньги, потому что именно сами вещи ты не можешь достать. Да, действительно, потому что зарплата на Кубе составляет примерно 20-30 долларов в месяц до сих пор. И поэтому многие будут рады вашему небольшому подарку. И они сделают ваш отдых еще лучше. Ну вот последний вопрос, пожалуй, завершающий. Перед Новым годом все в суматохе, но хочется же праздника. Куда стоит лететь? Еще есть ли шансы куда-то улететь? И стоит ли ждать перед Новым годом за один-за два дня, вырвать какое-то... Понижение цен. Ну давай попробуем. Я думаю, что мы должны с вами еще попробовать потерзать наших турагентов, потерзать сайты для перелетов, которые, где можно найти недорогие билеты, потому что еще есть варианты. И я бы выделил, наверное, Египет, потому что Египет действительно сейчас даже на новогодние даты стоит достаточно выгодно. Главный совет попробовать заранее отпроситься у своего начальника, либо, если вы начальник, то опрашиваетесь у себя, и захватить немножко в их рабочих дней, хотя бы один-два. Например, тур в Египет 3 января по 10 стоит, допустим, 110 тысяч на двоих, а тур с 1 по 7 стоит 150 тысяч рублей. То есть мы с вами можем немножечко сэкономить, используя те даты, когда, как говорят, активность трудовая в России на нуле, люди выходят с праздников, еще не готовы абсолютно работать. И вы можете в это время провести, например, скажем, на Египте. Очень неплохо было бы отдохнуть, в том числе и в Сочи, потому что в Сочи есть два уровня отдыха, один уровень у моря, который сильно выгоднее, чем отдых в горах. Потому что сейчас в горах сезон, у моря комфортная погода, и в горы вы можете добраться самостоятельно за минут за 40. Но экономия будет достаточно значительная. То есть можно отдохнуть в Сочи там 25-35, может быть, 40 тысяч рублей за небольшой 4-5-дневный отпуск. Но это мы не говорим про совсем жаркие дни, когда мы четко именно находимся в зимних каникулах. Ну и это сумма рассчитывая, что если человек не зайдет в казино. Спасибо, да. А если вы играете... Адмитрий Генгольцов, массадор отдыха и радости у нас здесь в студии. Дим, спасибо большое. Спасибо большое. Оставляйте чаевые, готовьтесь к поездке. И, вероятно, ваш отдых будет еще более приятный и сопряжен с улыбками тех, кто вас обслуживает. Спасибо. Когда Дима сказал, что оставляйте чаевые, звучало... Ты сразу по карману пошел? Как будто бы мы сейчас тоже должны это сделать. А вот Дед Мороз принимает чаевые стишками, кстати. И если мы хотим оставить чаевые Деду Морозу, то просто расскажите ему хороший, позитивный стишок. Спасибо.